здравейки ребят вы на канале форд маг ну что же до времени киты пришло and time и чьи новый мозговзрыв посвященных на фильму да уже мне все раструбили о том что там кто-то появится какой-то чел вроде даже из мексики из глатемалы хрен знает но увидим посмотрим однако честно я очень ждал его обзора потому что в принципе запущено мне приятно слушать мнение of на фильме вообще в целом я рад что фанаты наконец-то получили эту экранизацию да как я уже говорил до этого лично по моему мнению она не идеальная мне 10 10 но скажу так это 6 половиной даже ближе к 7 10 то есть следничок но сделанный душой прям реально рад что поэтому еще и у фильма отличные сборы что сейчас фнаф фильм реально уже сколько он собрал более 300 миллионов долларов при довольно небольшом относительно бюджете и стал самым кассовым фильмом у студии bloom house так что это отчет договорит и вроде как уже сиквел начали делать но давайте уж посмотрим что же не китос там скажет про данный фильм поехали вы все лохи грабли трупшим только на территории сессии ай других стран на то так что вы все облажались ты лалка пиши по-русски блять очень вовремя учитывая что буквально вчера опять же трейлеров 5 очень вовремя учитывая что и вышел трейлер дашечки и сын тук сделал переосмысление того самого трейлера и большое спасибо подписчикам на бусте в особенности лаки фури министр бананов шушанинс 300 бакс джигит 95 снжс джесс снсн в рулет лорд промен пафи бауле гавар писав мэс эмте юджин люмис нарисованный прямоугольник и cnv маргарит деварт у и квадратного члена мистер sonic 20 тимофей дьяченко кикуля 15 капуста лазарев лиман люсик 2020 тюль лени улажен урундук михалыч все ради химека дефорт швоник б силикс вичхаузов никита теников баджи энд бадж лорик ристрегал малевич андрей прогунов memphis ананасу сенхейл никелиус роди z костас биджи для пятков и флена x 2015 год был пиком популярности франшизы фнаф именно тогда после топовой второй части и в ожидании 3 народ массово начал интересоваться этой игрой и такую популярность не могли не заметить киноделы 2 марта 2015 года вышла третья часть и уже через месяц киностудия warner bros объявила что приобрела права на экранизацию five nights at freddy's так начинался долгий и многострадальный путь длиной 8 лет и здесь 8 лет производственного ада многие бы просто знаете уже наверное на половине этого пути бы сдались и просто сказали бы ну его нахер менялись студии менялись режиссеры все потому что как мне кажется мало кто верил в успех этого фильма ведь это действительно опасно выделять огромные бюджеты на фильм по какой-то инди игре из ютубчик у интернета короткая память сегодня она популярна а завтра нет тот же балди был дико популярен лет пять назад а сейчас он как-то и нафиг никому не вообще про него многие забыли то есть принципе знаете сейчас многие такие вещи они выстреливают то есть происходит этот самый на этих хлопок салюта который потом просто исчезает он утихает вот например те же а могу с и дай бог да конечно игрушки можно увидеть но самой игре онлайн довольно маленький то есть вам он газ дай бог да там выходит обновление люди порой возвращаются потом снова затишье и просто прокатывается перекате поле нужен а привет сосед помните а вы знали что он целый мультсериал вышел даже хайпа хаги ваги постепенно сходит на нет эти инди игры подобно спичкам быстро вспыхивают и быстро угасают с бенди на самом деле обидно ситуация потому что вышла вторая часть которую так многие ждали прям все крут прям обновление графики и принцесс на концепции классные локации в они вспомнили немножечко пару месяцев по моему и все честно многие даже забыли что выходила эта игра и однако это не касается фнафа за столько лет он настоялся как хорошее вино люди что уходили из фандома примерно в двадцатом двадцать первом к нему вернулись с пониманием что в отличие от остальных игр во фнафе была своя уникальная атмосфера была душа даже несколько и даже это точно ребят опять же извините что пару так вот щеками дергаю просто постелки от кашля и хорошо что фильм вышел только сейчас и по выйдя где-то в 2018 он бы многими воспринимался как а на вот та херня для детей которая скатилась не не пойдут я лучше схожу на мстители война бесконечности ведь марвел это очень круто оси а сейчас марвел воспринимается скорее как ну там выходит вроде неплохой фильм окей еще куча сериалов когда все смотреть у его знает час тем самым 12-летним школьничком из 2015 стукнул двадцатник и само словосочетание фильм по фнафу уже не кринж а самое что ни на есть ностальгия по беззаботному детству что ж присаживайтесь поудобно урать ведь вас ждет самый добрый самый светлый и самый family friend для обзор на фильм по пять ночей с фредди поехали о новое интро заборушенный мозг чинод театр скорее всего один из эндаймон где фильм из мали словно фнаф он теряет задор даже песня самоповтор фильм это делали почти восемь лет хоть бы тут нам рассказали сюжет а где бэбра куда бэбра бэбра бальдин а интро офигенная и песня классный визуал прям хочу пожать руку всем кто участвовал он был обычным крепко сбитым бизнесменом пока его не затянул и он начал жестко криминалить накриминалил аж на 10 игр и еще на кучу книг да и там вроде сколько говорилось сейчас уже больше 30 книг по фнафу времена лил так на криминале а потом он умер и его заменил робот какой бесславный конец а ведь этого бы не случилось если бы он криминалил на амазинг онлайн ну ладно автор пятного аппетита а мы продолжаем фильм фнаф наполнен кучей отсылок и пасхалок которые поймут только истинные фанаты так что расчехлил свои ножницы чтобы резать киноленты начинается фильм с логотипов киностудий и обратите внимание они глючат это отсылает на то когда у вас что-то глючит когда студии подстраивают свои логотипы под фильмы это всегда прикольно хотя в случае фнафа больше бы подошли те самые помехи или эффект потертости вхс-кассеты они дефолтные ксожи на самом деле самому найти лучший вариант был бы если бы они стилизовали свои логотипы под именно старый типа старого типа universal первый там логотип blumhouse на и на ощущение будто фильм вышел как раз таки это в нулевых лению права ушли от более солидной студии warner of bloom house студии что известно своими низкобюджетными фильмами ужасов тут можно было бы забить тревогу однако если вспомнить что умудрялись делать фанаты причем абсолютно бесплатно все еще есть надежды и так все на самом деле считают они показатели когда типа переходят студии которая довольно маленькая по уж поверьте если у людей есть энтузиазм есть желание при этом как говорится люди рукастые которые способны при маленьком бюджете сделать что-то воистину достойно то уж поверьте получится главное самое как говорится порой есть буквально примеры когда при гигантских бюджетах получалось ну так себе для меня это пример это гарри поттера принципа у кровка ебнутый бюджетом бюджет был где-то под 200 миллионов долларов но при этом фильм выглядит как срань из этого отвратительного фильтра который как будто на фильм насрали спецэффект особо во многих моментах не используется кроме разрушения моста в начале фильма и куда деньги делись я не понял где эти 200 лямов его понял если бы это потратили на обе части даров смерти но хотя там вроде примерно так и распределили но там блин эпичность была там блин куча разных локаций опять же битва при хогвартсе а тут чё вот реально порой удивляет когда попиливают бюджет настолько жестко а тут же опять же и да опять же фильм не блечит какой-то на эти там безумной графикой но при этом имеются отлично нематроники сделаны прям мое почтение сделано все камерно приятно то есть по картинке вообще претензий к фильму нету я считаю что я очень я считаю что самое главное что не использовали компьютерную графику я очень боялся что будут найти такие вот хреновость быстро сделанные компьютерные моменты от которых просто будут глаза резать открывается фильм сцена и где какой-то охранник пытается через вентиляцию сбежать из пиццерии это отсылает нас на культовые вентиляции из фнаф 2 фнаф 3 фнаф 5 на 6 на всем однако охранник забыл что он не главный герой а потому его вырубает приближающийся оператор очнувшись он оказывается закован в кресле для бесчеловечных экспериментов в области стоматологии где я лаборатории по производству вот это кресло пыток я считаю одним из прям плохих моментов фильме серьезно циркулярные пилы в игре когда аниматроники вас ловили они засовывали вас в пустые костюмы которые изнутри были наполнены торчащими гвоздями болтами штырями и прочими острыми но технически важными предметами костюмы не были предназначены для того чтобы их надевали люди по словам фангая аниматроники видели людей как голых эндоскелетов и возможно сами того не осознавая совершали эту неординарную казнь че на самом деле блин более жуткой казню было бы применение тех самых spring замков ведь наверняка помните что мы лежали костюмы в которых были люди самые спринглоки той же куклы например которую хотели засунуть сестричку главного героя и вот это было бы куда страшнее чё просыпается и он чувствует что медленно что-то дергается если он делает хоть одно сука движение в него вопьется огромная металлическая прядь хреновина нас очень слабенькой пружине кстати это страх блять честно я бы больше испугался этого чем того что на меня блять какая-то циркулярная пила похоже знать на сделали с бабушкиной мясорубки дедовской газонокосилки и теперь я убийца не знаю я бы реально больше обосрался то фактор представьте себе чел сидит он уже очнулся на нем уже надетый костюм если он сделает сука то движение он чувствует что что-то распирает что-то прижимается к его груди представьте себе так не поймали он пытается встать и ему нахуй пробивает легкие сука это куда страшнее и ж более жутко что-либо своей концепции и кстати какую напряженную сцену можно было бы сделать когда наш главный герой майк просыпается в одном из таких костюмах на пружинах ему нужно аккуратно филигранно там знаете из этой мастерской достаточно отвертку еще что-нибудь и аккуратно вытащиться пока ему просто не расхрена чего грудную клетку то же блять круто было бы жутко но нет у нас есть маска мясорубка блять говно ж блин говно полное мне в целом во всем фанафе нравится вот этот момент когда вещи работают не так как должны были и это приводит к страшным последствиям а в фильме же это банальная машина для убийств кто-то из обзорщиков говорил что это тоже машина которая надевает на тебя костюм мол вот же голова фредди не сила а там круто кроме головы больше ничего нет чем смысл то есть по факту вы больше грязи наведете одно дело закрытый костюм в котором опять же останутся все эти кишки и прочее тут просто не закрытая маска которая просто устроит разбрызгавшиеся за музея в чем смысл чего тогда эти циркулярные пилы чтобы форму эндоскелета подровнять или микросхемы подстричь так или иначе охранник погибает и начинаются титры и вот титры сделаны прям шикарно это эта музыка это пиксельная графика как в мини играх мы и сами события показанные здесь 5 детей и золотой кролик который по одному куда-то их уводит при первом просмотре у меня этот момент вызвал мурашки то ли от того что я знал что будет с этими детьми то ли в целом от осознания что вот он тот самый фильм фнаф который я так долго ждал этаж если титры такие крутые чушь дальше то будет титры оказались лучшим моментом фильма раньше здесь был мат главным героем является майк шмидт в играх это было псевдонимом майкла автона однако в фильме как я понял фамилия реально по словам скотта это еще одна альтернативная вселенная которая основана на первых трех играх я сначала подумал что сам что посмели показать не угодного для фнаферов человека какой вы нехороший человек на самом деле блять идите нахрен честно меня вот это уже блять доебала позиция в которой люди демонизируют что сумочки на что вен тайма просто потому что типа они говорят не супер там идеально проверенную информацию по каждой косточке прочитав все более 30 книг не назвал фнаф шедевром просто потому что вы все вы все долбоебы а мы мы правее блять ребят успокойтесь господи это просто франшиза черт подери это просто книги этой игры хватит воспринимать это все до столько сука серьезно это уже пугает события будут происходить в локациях первых трех игр однако весь лор что принесли следующей части будет как бы витать в воздухе но нет скотт специально уточнил что игры после 3 не существуют во вселенной фильмов а после 3 у нас было четвертая внезапно в которой и появился впервые майкл автон его брат черный ящик непонятные отсылки которые сломали все предыдущие теории и родили на свет теорию сна вот кстати отсылка на нее фильме жаль что далеко не все поймут в чем же тут дело в общем базис сюжета основан на первой трилогии так что майк шмидт здесь это именно майк шмидт впрочем фильм частенько делает омажи и на персонажей и следующих играх хотя честно скажу хуй его знает возможно в следующей части все это перевернуть на самом деле из-за того что ты там типа ходил психотерапевту из-за того чтобы для серьезно детские травмы были все это просто было барьером в твоей голове фильтром который закрыл право того что на самом деле уильям афтон твой батя папа панули я не знаю я реально чувствую что как-то они там можно переиграют или перенесут хуй знает как например гарет очевидно аллюзия на плачущего мальчика эбби аллюзия на элизабет а вот ванесса аллегория на ванессу на самом деле она тут нахер не нужно но про нее чуть позже нам не сказал что нахер не нужно нормально персонаж опять же довольно полезный раскрывшие многие важные детали не знаю почему она и нужна майк живет вместе со своей младшей сестрой эбби они еле сводят концы с концами так как майка постоянно увольняют вот и сейчас стоя в очереди замороженным майк словил шизу и увидел в отце ребенка разработчика фанатских фнаф игр такое поведение обусловлено тем что в детстве его младшего брата похитил маньяк майк никак не может отойти от того случая и постоянно во снах возвращается в момент похищения мать не смогла справиться с горем в какой-то момент она собрала все свои вещи и умерла отец тоже куда-то исчез впрочем думаю в будущих частях нам прояснят этот момент а он найдется собственно вот и никаких засовываний брата впасть фредбера здешний майк больше напоминает чарли эмили то тоже постоянно прокручивала в голове как маньяк забирает ее брата в целом тут довольно много моментов которые повторяют трилогию романов вот потратил год жизни на чтение всех книг фнаф и тип финансист теперь все отсылки выкупаю какой ужас я этим и не горжусь дела у героев и так не очень рад услышать дедю на кузы таким еще и пытается насолить злая тетка которая хочет отобрать эдби дабы получать пособие уж не знаю насколько в америках большие пособия что тетка готова совершать столько действий для их получения и если очень большие зачем тогда майку работать и почему он не платит зарплату не они эдби впрочем ладно весь подсюжет с теткой нужен только для того чтобы майк вновь пошел искать работу но для того чтобы была сцена с убийством и придя в бюро по трудоустройству он встречает самого у и они это стив кто такой стив стив это настоящая легенда майнкрафта диалог между майком и стивом крайне занимательный сначала консультант общается довольно холодно однако стоит только ему посмотреть фамилию главного героя он резко меняется в лице и вот тебе уже и работа и кофе каков сцена снята и написано очень хорошо при первом просмотре прям чувствовался саспенс и приближающаяся угроза ведь очевидно какая по итогу будет работа ну и не сильнее да стив это уильям авто ну я не знаю опять же мне брать клана проблем в чем отлично ты меня до что его было мало у или мафан в исполнении мэтью лилларда очень хорош вот реально у него очень получилось создать такую небольшую тревожность и зак написать но у него удалось тревожность при спокойной сцене разговора о будущей работе то есть да ты чувствуешь ну просто опять же обычный офисный мужик которые давно уже возможно это работе но при всем при этом может быть из-за того что люди уже знали что уильям авто он это опять же стив рагман хренов за это но реально постоянно что-то вот свербила что-то не давало покоя и блин что в спокойных сынах что в сценах когда он уже появился своем говорится сплингбоне обличие он был хорош я не знаю вот лучший актер в этом фильме и его самая главная проблема его было преступно мало потому что мало было моментов которых ему мать и можно было бы лучше раскрыться показать себе и вот реально он очень хорош вот многие думали знаете что есть ну это странный выбор это же это же шаги скуби дублин скуп меня позвали играть в фильме фнаф ну раскроши там детишек но были он он так хорошо вписался во все это он он прекрасен не знаю кому как но по мне мэтью просто выложился по полной я очень рад что он в этом фильм появился которого отлично отыграл мэтью лилард именно он становится тем самым фонгаем который рассказывает майку немного инфы про пиццерию и вот мы видим аниматроников камеры даже в хс-кассеты подвезли ты весь такой в предвкушении что сейчас начнется пугалка-страшилка однако она все не начинается не начинается и не начинается многие отмечали что этот фильм вообще не страшный и я с этим соглашусь слушай тут био фредди звонит оба я думаю это тебя походу вылез все-таки оба фнаф фильмы не должен быть страшным первый фнаф вообще ничем кроме скримеров не пугал да ты что правда первый фнаф не страшно ага первый фнаф как раз таки был страшным за счет своей атмосферы напряженного геймплея звукового сопровождения и аниматроников на камерах они всегда как-то искажены подбираются максимально некомфортные позы а у их лиц то и дело пропадают глаза тут соблюдается идеальный баланс между детскими роботами зверюшками и хтоническим ужасом и этого баланса нет в фильме вообще на самом деле первый фнаф до сих пор может напугать напряженных сценах то что поначалу все спокойно до первая ночь и в этом ты опять же суть и не видишь опять же как они дергаются ты видишь лишь их гребаный силуэт и порой вдали а иногда поближе ближе к камере проблема в том что они могут все ближе подкрасывать их несколько это не знаешь когда кто-то подберется потому что слишком напряженный в конце и все времени довольно таки мало еще нужно следить за электричеством еще опять же атмосферы ambient и по первой ты просто можешь обосраться вот честно у меня так и было впервые что уже на третье ночи я просто блять уже ну был в напряжении блять на следить за этим следить за покой на следить за чикой в итоге просто под конец уже к нам летает хреновина я все я морально обосрался вот опять же не знаю кому как я знаю что не все боятся скримеров но именно вот это вот напряженная атмосфера что ты сука один тебе никто не поможет и ты как говорится все один с этими тварями которые милые роботы утром а ночью блять запихнуть тебя в костюм пока ты не превратишься в клубничный джем не знаю я блять обосрался по первой до сих пор принципе эти воспоминания как-то знаете остаются во мне по первому фнафу и блять я периодически даже включив на в плюс я чувствую какой-то дайте напряжение даже вот от вас по play вот на плюс вроде бы уже привык уже играл и все равно и периодически чувствует напряжение в то что они могут выступать на сцене и нравится детям поверю в то что они могут кого-то напугать нет и тут проблема даже не в костюмах костюмы хорошие проблемы в режиссуре постановки и отчасти сценарий вот майк пришел на работу посмотрел в камеры и все дальше фильм как будто будет стесняться показывать нам его выживание в офисе каждый раз майк будет приходить закидываться таблетками и спать и вот уже во сне видеть души детей понятное дело что это лор это важно это за но главный герой который все время спит да это же тупая сами же аниматроники ни разу к нему не придут в офис разве что только фокси мелькнет у дверей на одну секунду но сразу исчезнет чтобы не дай бог его не заметил майк не испугался может быть аниматроники специально не нападают на майка потому что считают его хорошим может быть и так чтобы показать ужасы фазбера по полной у нас тут есть сцена с грабителями их наняла злая тетка чтобы из-за погрома в пиццерии майка уволили кстати момент когда тетка и грабители обдумывали дело при первом просмотре показался мне странным из-за официанта он внезапно влез в их разговор начал что-то затирать про полезность обеда но они его прогнали на тот момент мне показалось это каким-то неуместным гэгом а вот уже потом при просмотре видосов со всеми пасхылками и отцалками фильмы фнаф я узнал что оказывается это было камео мэтт пэта который игровая теория не признал я его во многом из-за дубляжа в котором культовая фраза это всего лишь теория превратилась в но по-моему они не правы отдать это довольно странно честно зачем было это так вот адаптировать можно было типа но это все лишь теория да и вообще в целом главная проблема это отсылки вот этой сцены с матпэтом она слишком затянутая я думаю хватило просто знаете где он типа подтверждает знаете здравствуйте это выбирайте вот наше меню ведь завтрак очень важен на эти там очень полезные сказать очень полезный прием пищи дать всего лишь теория тут оги он и болтает и болтает реальности мсо ощущаться затянуты хотя я думаю минимального камео просто для эффекта хватило бы тоже то знаменитая фраза но по-моему они не правы с этим контекстом сцена уже не такая нелепая но все еще как по мне получилось довольно топорная избивающая темп камео какого-то ютубера получилось довольно топорная избивающая темп камео какого-то ютубера блять ребят по-моему провались немножечко знаете провалились в начало не хватает еще внутри окошечка 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 и так далее так далее в принципе согласен так что ты за мексиканец была ну кто это блять вот кто это я все понимаю да круто на самом деле видеть разных ютуберов но шо за мексико сюда попала вот вот это отсылка круто что сюда вставили моменты струйские чулки и при святого подвязывают это круто и под грабители проникли в пиццерию и аниматроники вышли их убивать по задумке это должен быть самый страшный момент фильма разорвала на картинке я хочу срать тубик нет говно это чё блять если в хороны сон посмотрел бы по пьяни зеленого сводника к сожалению только по задумке возрастной рейтинг 13 плюс не позволяет показывать кровавое мессиво а потому нормального слэшера и так не вышло бы нужно было двигаться в сторону психологического хоррора раскручивать эффект зловещей долины и держать зрителя в постоянном напряжении на прикол том что есть примеры хорроров которые без кровищи могут тебя реально напугать просто сдавай комфу некомфортную неуютную атмосферу от которой ты будешь постоянно знаете ерзать на кресле не нужна кровища не нужны кишки распидорасила и прочее достаточно грамотной работы с камерой хорошего эмбиента ощущение напряжения и все лицо фредди который прям пристально смотрят в камеру у него пропали зрачки он пристально смотрит на следующий камень кто-то пропал ты не видел его движение ты не знаешь что он сука сделал вдруг бонни появляется вообще в кладовке кого хер он там забыл и ты те уже столько страшно при подписать сцену при которой майк постоянно срется потому что он находится в этой в самые в этом самом кабинете вот охранника и он постоянно пытается по чё происходит он в напряжении ему страшно а где-то рядом с дверью он чувствуешь что кто-то уже рядом блять а на камерах все пропадают и пропадает остальные аниматроники и блять это такая баб страшная хуйня честно но реально у не хватает этого но создатели по какой-то причине решили пугать именно слэшером и жестокими сценами которые они даже не могут показать если ты не можешь срать из-за возрастного рейтинга зачем же мучить жопу в отличие от игры где аниматроники двигались за кадром а посмотрев на них они замирали тут же зверя там вальяжно прогуливаются по пиццерии причем даже не как роботы а перед убийством они опустят бровки и сделают страшное лицо испугались обоссалов я даже не буду ничего говорить с бровями это было лишнее честно я считаю что в этом то и жуть что кукла просто вроде по сути ходячая кукла аниматроник а уж надо сказать знаете оставлять что-то вроде такого пустого лица ты смотришь ты не понимаешь но двигается ли нет и скажу так даже просто без этих красных глаз просто оставив такое пустое лицо которое просто на тебя смотрит не двигается вызывает больше дискомфорт ну что не знаешь дёрнется она или нет и очень много лишних тела движения особенно в сцене где это грабитель смотрит камеру и там поворачивается бонни это было я считаю лишнее было бы страшнее если бы он найти повернулся бы то есть он вернулся на секунду услышал котом грохота с его коллег он поворачивается это хрень уже смотрят на тебя при в камеру ведь про красные глаза ну пусть красные но вот этот прищур делает выражение их лиц не ужасающим а скорее каким-то подленьким что ли как будто они сейчас в плацкарте вареные яйца достанут вообще то что аниматроникам сделали эмоции это неплохо это опять же добавляет ощущение что они реально могут выступать на сцене и нравится детям но вот когда дело касается убийства тут как мне кажется надо было оставить максимально без эмоциональное лицо это и выглядело бы более жутко и по сюжету фильма подходила ведь аниматроники находятся под контролем автона они ж не должны получать удовольствие от убийств чтобы так лыбиться и прищуриваться напротив можно было бы сделать что когда автон приказывал им расправиться с людьми души были бы в эдаком трансе и не до конца себя контролировали медленно и без эмоционально подходили бы к жертве и неожиданностью стало что киноделы не добавили аниматроникам скримеры но зато добавили его кексу кексу который был элементом декора ну вообще-то у кекса во фнаф 4 был скример был но тогда это были кошмары а здесь получается кекс летает что ли опять сейчас начнется чё вы кексу дебались нормальный кекс да проблема в том что мы блять мы очень ждали скримеров от полноценных аниматроников до момент с кексом он конечно прикольный но его слишком блять как говорится и у многовато реально я хотел увидеть как чика сука нападает а не как кекс нападает чекекс это самая нелепая часть фильма до сих пор арирую со сцены где бонни и чика стоят у вентиляции у чики на подносе кекс она нагинается далее смена кадра на грабителя и кекса нет он испарился и есть все же одна сцена которая работает как надо и держит в напряжении а именно когда няня эбби бежит за призраком ребенка и приходит в комнату где стоит фредди гигантская застывшая кукла и детский голос который подзывает к ней подойти именно таких сцен где аниматроники стоят неподвижно и могут напасть в любую секунду и не хватает фильму но затем это жуткая хорошая сцена резко становится нелепой ведь из фредди вылезает рука затягивает тетку фредди и каким-то образом от тетки теперь осталось лишь половина как же мне повезло мне нужных полбабы пришло ведь самое смешное что сцена принципе можно было бы сделать жутко представьте себе сцену при которой мы видели бы тени ты тетки но не сразу откусывалось бы пол тела а ее тащили бы тащили бы она бы сопротивлялась это рукой но в итоге рука затягивает и и оттяпывают башку и просто видим как падает тень просто оставшегося тела и медленно и видим конвульсии не надо там огромное количество крови кишок просто тело которое валяется перед костюмом либо застряла между челюстями фредди и просто в конвульсиях пытая как говорится оставшиеся вот эти вот нервные импульсы дергаться по телу идет по сути уже смертной конвульсии все это пиздец вы бы страшно представьте это хрень просто откусила башку и отсылка на укус опять же более логично ну и не так комично потому что блять это знаете из разряда дед рассказал вам историю как с голодухи вернулся с рыбалки и сожрал половину осетрины а потом так смачно порнув ну серьезно то реально блять не до сих пор ты вызывает смех то есть да именно сам момент напряженный нянька подходит чувствует как будто не что-то неладное фредди просто стоит без этих вот бровок без красных глаз просто жутко а потом в итоге хаяк и нет плей до тела как хороших мультиках единственное словосочетание которое приходит на ум глядя на хоррорную составляющую фильма упущенный потенциал ярче всего это видно когда майк смотрит видеокассету для персонала сколько ж тут можно было жути нагнать вы просто вспомните фанатский фнаф вхс насколько это было некомфортно крипово однако помимо того что тетка смешно называет фазбера фазбером вот максимум чем может напугать фильм черно-белые аниматроники и морда фредди 25 кадром который отсылает на аналогичную морду из игры однако сравните как это было в игре и как тут и некомфортно опять же да еще музыка играет само собой это тоже влияет на вас 5 но проблема в другом был бы страшнее если бы знаете у вас была бы сцена где типа нам сначала показывать просто морду фреда 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 потом опять же это исчезает потом снова морда фредди потом снова блять то есть из-за этих глюков и под конец мы видим как знаете пасть например открывается и даже без жуткого рейтинга можно показать как из-за нее торчит например там найти детская рука блять есть там немножко кровушки добавить просто опять же рейтинг я думаю позволит и просто из челюсти торчит детская рука сука это можно было сделать жутко реально вызвать какое-то знаете ощущение отвращения то что знаете что страшно что-то вот такое мне комфортное чё ты докопался ну костюмы такие это максимум что можно показать костюм не может графон поможет это же по логике призраки взламывают видео тут такое огромное пространство для маневра благодаря эффектам эту бошку можно было бы сделать без глаз или с глазами точками или с маленькими аниматронными глазами или вообще с человеческой кстати было бы реально классно просто таки знаете детские глаза выглядывают тут ведь дело даже не в бюджете или в возрастном рейтинге а дело в том болте который команда фильма дружно положила на хоррорную составляющую через этим хоррором немного отошел на вторую но я могу понять потому что правда обидно что мы ждали фнаф который сможет почекотать нервишки а в итоге мы больше посмеялись того насколько некоторые сцены были забавными и прям такими family friendly на вторую ночь появляется офицер полиции ванесса которая пришла проверить нового охранника забегая немного вперед выяснится что ванесса это на самом деле дочь уильяма автон который он специально отдал в полицию дабы то покрывала его преступления а в пиццерию к майку она должна была ходить чтобы запутывать его расследование по поиску убийцы вы же помните что майк проводит расследование он очень усиленно спит ну а ванесса с я не сплю я провожу расследование пытаюсь найти по снах но опять же у него это неплохо получается словами жан давая это работу пора ты че его делает ровно противоположное тому о чем ее просил автон и вываливает майку тонну информации о пиццерии пропавшие дети пружинные костюмы кстати а знаешь кто убийца а это уильям автон огромные пласты лора нам не показывают визуально а подаются со слов ванессы ванесса ты выучила весь лор фанас можешь нам рассказать айо мистер майк конечно выучила история линейки пиццерии с аниматрониками начинается с 1982 года в которой предприниматели уильям автон и генри эмили что свободное время я занимаюсь озвучкой мемов тем не менее майку не с кем оставить свою сестру ведь и няню съел фредди и он тащит ее с собой в пиццерию начиная с этого момента я думаю что ванессы почему насчет рассказал майку возможно просто уже устала покрывать весь этот ужас с возрастом осознала то что отец начал творить может быть в этом смысла что она просто уже ну не может это уже вы не знаю терпеть выносить фильм уже и не старается строить из себя хоррор теперь это семейный приключенческий фильм ведь аниматроники на самом деле добренький они щекочат эбби любят играть рисовать смотреть цифровой цирк и прочие вещи которые так любят дети а потом еще и ванесса приходит и они все вместе строят крепость из столов и стульев и вообще они все вместе это фнаф очень многие ругаются на сцену с постройкой крепости я почему-то уверен что именно эту часть сценария написал лично скотт вполне в его духе подобные приколы сама по себе задумка показать что внутри аниматроника все-таки дети неплохо и я уверен на бумаге сцена с постройкой крепости работала отлично сначала нам должны были показать их жуткую сторону в сцене с грабителями а потом когда они спокойно играли бы с эбби это вызывало бы у нас тревогу и страх за ребенка но фильм обосрался с хоррором утащив собой на дно и сцены с добрыми аниматрониками которые должны были вызывать у нас жалость и дискомфорт а по итогу эти сцены стали одним большим приколом опять же эти вы сцены работали вызывает такой диссонанс если бы были бы стены с хором который реально могли бы напугать показать их более бесчеловечными такими на эти машинами которые готовы по сути говоря убивать всех кто находится на территории пиццерии кроме авторы но в итоге сцена больше работа как что-то знаете такое family friendly кто-то сказал приколы о боже а ты вообще кто а забей это энтаймер они тут постоянно вылезают из ремнанта а я их продаю подписчикам постой ты продаешь своих детей нет это немного другое лор канала энтайм становится страшнее фнафа вот именно ты похоронил меня живьем ты использовал меня для рекламной интеграции зашибись какие еще странные забавно выглядящие персонажи будут меня осуждать а за аж я чё-то не понял а этому товарищу то за что осуждать он же вроде правился в сокровищу плохого не сказал не понимаю если бы энтаймер там как-то дайте обосрал боссов сокровищ тогда было бы логичнее сказать что это это было слишком жутко я даже сказал слишком жутко но по-моему они не правы тем не менее чисто вот этого федора который сидит в уголке так и хочется эти переметосами накормить и обнять конце второго акта герои ссорятся ванесса запрещает майку приводить сестру в пиццерию из-за чего тому приходится оставить эбби с теткой тем временем майк идет за новой порцией таблеточек и придя в пиццерию продолжает расследование во сне к нему приходит душа голден фредди и предлагает самую выгодную сделку в истории в какой на майк должен отдать свою сестру аниматроникам в обмен на то что голден фредди будет показывать майку сны с участием своего брата недолго думая майк отвечает да какая и она меня сильно задолбала хотя и би классная может и не надо но голден фредди пользуется принципом первое слово дороже второго и вот он уже вышел за эбби во первых что ты мне сделаешь ты в пиццерии а я у себя дома но нет по поводу голден фредди непонятный момент в играх он был призраком не имея физической оболочки и такая галлюцинация что появлялась фильме он вроде бы тоже призрак то появляется то исчезает но все портит момент с таксистом ведь нам четко показали что машина сильно накренилась когда робот в нее залез он опять же может быть это призрак который может управлять своей оболочкой кто знает но честно скажу вот вот момент из голден фредди был неплохим опять же он как минимум никакой никакой жути но мог вызвать и принципе выглядело все прикольно просто призрач на пузом надавил совершенно непонятно кто такой золотой фредди как и что за душа в нем сидит почему именно он главарь этой шайки-лейки в чем вот такая особенность возможно этого персонажа раскроют в сиквеле хотя как по мне надо было раскрыть уже сейчас тем временем майк очнулся в том самом пыточном кресле ловко расколупав винтик он избегает услуги барбершопа но его вырубает фокси и вот майк опять очнулся но уже в полицейском участке у ванессы персонаж который постоянно вырубается и очнувшись оказывается в разных местах ванесса продолжает сумбурно вываливать тонны лора говорит что авто на ее отец и что аниматроников можно победить электро шокером ну деактивации электричеством канон во фнафе еще со времен sister location да и в трилогии романов это было не знаю я как-то и не вижу в этом особой проблемы ведь я никогда не воспринимал этих роботов неуязвимыми не знаю в этом как бы смысл это же по факту блин по сути электроника которую можно по сути говоря либо как сказать деактивировать я думаю что разгляд электричество должен но по сути говоря такого вот робота ну вывести в стан так что почему бы и нет вообще не вижу в этом проблемы не убиваем ими вон их еще во фнафе 3 фиолетович топориком рубил и так майк пробирается в пиццерею вырубает шокером всех роботов и спасает сестру от попадания в пружинный костюм элы из книг но внезапно появляется желтый тролик майк гасит его шокером но он не знал что это на самом деле не робот а человек в костюме а следовательно на человека шокер не действует более того авто на еще и супер силу от костюма получил вы посмотрите насколько сильно отлетает майк от его толчка и я думаю это опьяняющая власть над подвалом не иначе на самом деле просто он долго прокачивался он долго как говорится облетал силу в этом новом костюмчике нужен и новому же немножко попахивающим финал конечно очень сумбурный автон пробуждает всех аниматроников появляется ванесса уговаривает уильяма остановиться тот пыряет ее ножом а и рисует фотокарточку про то что желтый кролик на самом деле плохой и ему не надо помогать мы не думали и вот аниматроники его окружают вылетает кекс откусывает кусок костюма и пружинные замки начали схлопываться вот это честно я вот с этого до сих пор ару вот что кекс кекс сука виноват настолько кульминационной сцене что типа именно и поэтому костюмы здесь слов нос я честно думаю что что-то будет из-за разряда что именно аниматроники знаете там начали нападать на уильяма и из-за там удара фредди или эти там нападение там укуса краски там комнате звоним отроников откололся кусок и случился бы спринг лог но нет кексик чем сука блять в него ванесса стрела то есть пуля блять оказалась слабее сука пуля которая к себе даже попала в костюм оказалась слабее чем кексик этот кекс самая нелогичная херня за весь фильм победила главного злодея я победил не знаю почему скотт так часто отходит от оригинального концепта пружинных костюмов штуки что могли буквально от дыхания или капель воды схлопнуться а в фильме автон в нем бегает прыгает смеется плюется дерется так еще и сам костюм весь раздолбанный полу сгнивший и ничего не схлопывается но вот когда в костюм прилетает кекс это уже серьезно но опять же можно было бы с кексом это знаете как-то немножко изменьше типа кусок раскололся и там были частью этой электроники которая знать там может как-то работал вместе с блоком и условно там знаете майк муха электрошоком попасть туда цепи замкнула бы и хоба все пожалуйста консерва готова ну хоть как-то блять ну то что кекс один кекс в этом видоват это бред эти что это вообще за кекс почему у него настолько важная роль в сюжете да у него даже есть отдельный постер и отдельный трейлер почему когда нам показывают как пробуждаются аниматроники нам отдельно показывают кекс в нем тоже есть душа короче вот вам теория в кексе сидит душа пятого ребенка который среди них главный и ему не нравится быть кексом поэтому он себя гендерно идентифицируют как голден фредди ну или в кексе ремнант остаточной аллегории 5 ночей с фредди это определенно один из фильмов за все время это явно не шедевр но и полным днищем я его тоже не назову он средний настолько средний насколько вообще можно быть средним и хорошей неплохой сама структура сценария довольно цельная у майка травма из-за похищенного брата из-за этого он часто срывается и его увольняют из-за этого он идет искать новую работу тетя хочет отнять сестру поцелает няню няню убивают майку не с кем оставить сестру и он берет ее на работу и так далее одно событие вызывает другое подобно падающим костяшкам домино и так и должны работать хорошие сценарии другое дело что сам майк после прихода в офис становится просто каким-то бревном который только и делает что спит а ванэссе все объясняет он же после самой первой ночи понял что нашел зацепку в поиске убийцы почему бы нам банально не показать как он интересуется этой пиццерии смотрит архивы газет или ищет какие-нибудь еще видео кассеты для сотрудников насколько было бы круче если бы майк сам разузнал и о похищенных детях и о пружинных костюмах и возможно даже сам бы вышел на имя уильяма автон а ванесса бы выполняла именно ту функцию что и должна была изначально а именно мешало ему вести расследование в целом все что касается ванессы и ее отца вышло очень скомканно главный злодей появляется в начале фильма и в конце на несколько минут уж не думал что хоть когда-нибудь такое скажу но в серебряных глазах было лучше там автон постоянно злодействовал на протяжении всей книги а потому в финале когда его победили чувствовался вес от этого события фильм же очень сильно спешит он длится 1.50 если бы он был бы хотя бы на пол часика длиннее это уже бы сделала фильм гораздо лучше и знаете что он был длиннее люди чтобы или на предпоказах отмечают что было вырезано большое количество сцен и среди них и майк что смотрит другие видеокассеты и детства ванессы и более долгие сцены с аниматрониками посмотреть эти сцены мы сможем уже в декабре когда фильм выйдет на 9 а знаете что еще выйдет на 9 честно я бы очень хотел посмотреть на эти выездные сцены потому что возможностями фильмы стал бы куда ну не знаю то что равнее по сюжету и видосы and time а при подписке на четвертый уровень бусте вы не только значительно поможете каналу но еще и получите эксклюзивные материалы доступ в секретный телеграм-чат а также коллекционный dvd диск причем чем дольше вы будете подписаны тем больше дисков вы получите за первый месяц диск по фнафу за второй диск с ли прами а за третий диск с истории канала и юбилейным видео подписываться это неплохо на самом деле довольно прикольная система на пусть и ссылка в описании диски говоришь один из самых главных вопросов а раскрыл ли фильм весь сюжет фнаф да нет нет не раскрыл он в принципе не мог ничего раскрыть ведь это очередная альтернативная вселенная впрочем некоторые теоретики могут заявить что фильм это вновь частично канон и некоторые моменты из фильма могут встроиться в игровую вселенную на я считаю что самым лучшим вариантом это просто абстрагироваться что все фильм это своя вселенная не надо ничего туда еще мешать не игры не книги и тогда мир семья автонов довольно забавно как каждый фнафер считает что история фнафа это в первую очередь история семьи автонов а тем временем сам скотт будто намеренно избегает того чтобы показать нам ту самую семью где у автона трое детей в трилогии романов у него была лишь дочь элизабет в фильме только дочь ванесса я не уверен но может это какой-то намек от скотта сами вспомните какое именно шоу смотрел майк в sister location каждой серии фиолетовый вампир говорил что вампиреныш не его сын либо майк в игровой вселенной действительно не является сыном уильяма либо же является но уильям его не признавал и ушел из семьи если второе то возможно и фильмах майк может быть родным сыном автона а вот эта странная реакция уильяма на фамилию майка может быть обусловлена тем что он сынишку увидел правда по такой логике он убил своего же сына гаррета но вы же знаете этот автон тот еще приколист не знаю я думаю что все таки он так удивился когда он узнал что все таки это та самая семейка а шмиттов чего ребенка он украл много лет назад возьмем ванессу фильме она оказалась дочерью автона однако вполне вероятно что она его дочь и в игровой вселенной еще во фнаф ар стало известно что ее имя ванесса а а во фнаф 9 из записи с психологом мы узнали что ее отца зовут билл что является сокращением от имени уильям серьезно имя ее отца уильям а кто же это может представляете если в играх окажется что и ванесса его ребенок и элизабет и еще два пацана в придачу ты чё по молодости кипятку свою вообще не придерживала не знал об этом впрочем да мы как всегда по крупицам собираем цельную картину которой возможно и нет но в защиту фильма скажу а разве можно ли было вообще сделать фильм полностью каноничным если бы повествование началось бы линейно с самого начала допустим со знакомства уильяма и генри то события первой части игры уже тупо бы не имели веса ведь по хронологии они вообще где-то ближе к концу происходят в рамках одного фильма до них и вовсе могли не дойти и про чтобы тогда мог бы быть первый фильм про укус 83 и кошмарных аниматроников или прости господи про фантаймов ну для ярых фанатов такое может быть и вкатило бы но вы не забывайте что фильм должен быть интересен и для широких масс обывателей для начала нужно было познакомить с основными аниматрониками и события первой части идеально для этого подходят ну хорошо что если делать кинофраншизу на кучу частей но начать событие первой игры чтобы там по канону охранник майкл авто майкл авто который до этого был насажен на энерда затем как зомби ожил ходил по разным пиццериям и вонял это был бы очень странный главный герой для старта франшизы он же еще и все знает а потому момент с исследованием пиццерий и афигом от того что аниматроники живые сливается в унитаз скотт коутон очень долго думал с какой же стороны подступиться чтобы рассказать эту историю были варианты экранизации серебряных глаз были вообще какие-то левые банальные идеи про подростков на заброшке был и полностью каноничный сценарий под названием кэссиди который больше напоминал экранизацию википедии они художественные фильмы по итогу скотт выбрал на 5 лет с кэссиди кстати это был бы наверное перебор это больше подошел бы знать для консериала опять же там найти рассматривать каждую эти кусочек истории как отдельную серию окей но не как фильм что в таком случае это три часа наверное было бы просто по сути такой дословной экранизации это был перебор верно самый правильный вариант и сосредоточился на истории в пределах первых трех игр сделав главного героя майком шмидтом человеком который был незнаком раньше с этими ресторанами и который вместе со зрителем будет все больше и больше раскрывать все тайны пиццерии мишки фреда до первый фильм имеет кучу проблем но все же он делает кое-что очень важное он строит фундамент будущей киновселенной и фундамент это довольно крепкий сиквел фильма по идее должен быть по мотивам фнаф 2 а чем была вторая часть фнафа да она была приквелом в отличие от первой части где пиццерия фаз медведя терпит не лучшие времена и является заброшенной вторая показывала нам этот ресторан на пике популярности огромная пиццерия навороченные роботы и некие трагические события случившиеся в 1987 году тут можно будет рассказать и об уильяме авто не когда он был в полном расцвете сил и про отца майка который возможно окажется аналогом генри эмили да и в целом рассказать предысторию то чего все фанаты так долго ждут и до сих пор не могут получить опять же это можно обыграть потому что мы не помню мы же не знаем имя отца майка можно обыграть что типа фамилия шмидт это от матери а его настоящая фамилия именно эмили то стимится по линии отца тому же фнаф 2 наверно самая насыщенная на события и персонажей часть так что вдвойне интересно что же нам покажут во втором фильме в заключении скажу что лично я рад что этот фильм вышел при первом просмотре я получил положительные эмоции а песня living tombstone на на титрах и вовсе заставила расплыться а сплакала а песня living tombstone на на титрах и вовсе заставила расплыться рот в улыбке искренне буду ждать вторую часть и надеюсь работа над ней не займет очередные восемь лет что вы устроились за балаган катавасия какая-то не разбериха не лепится хватит так с тобой мы прощаемся только посмей повесить трубку тебя в коробку и на продажу ты просто пошел вон отсюда гигабони претензий не имею а ты ну так уж и быть останься пойду ему чайник поставлю чихающий пират рому с грудинкой был бы рад он пришел под морал дэнбол где жили джимми и его мать пирата звали билибон с карту сокровищ он унес мечту пиратам воспаля быть богаче короля джим забрал всех своих друзей и искал среди морей куриторы и пиастры доктор лисе помогал сквейр нанял персонал ну а смолин говоря плевал но герои не учли что пиратов наняли шайкой управлял джим сильвер наши четверо ребят перерезать их хотят но они все ж посетят остров сокровий богатство керцогинь на мне поймать куда зарыл и блин остров сокровий это мультируй титаны ведь на озвучке бормэм бирбер коньян не вентайм фазда твоим диском конец уже ну что блин конечно финальная песня моя почти в целом вообще исполнение этого ролика просто охренительный опять же и камэло прикольный я из только не понял в середине вот это камэло мексиканца на какой-то странный общий полбит что он там забыл страны получил в любом случае сделано было классно опять же во многом я согласен с энтаймом и честно я рад что в принципе многие остались довольны фильмом и не было куда знаете там срача обсирание фильм что принципе люди спокойно все приняли здраво оценив опять же возможности при которых создавался фильм что можно сделать в будущем чтобы исправить фильм реально очень-очень это порадовало в любом случае респект и лайк энтайма за такой классный ролик также спасибо всем кто участвовал создавал интро кто появлялся опять же на озвучке прям офигенно респект ос лайкос низкий вам поклон не забывайте заходить на оба моих канала на бусте на вкус и ссылочки в описании комментарий колокольчик подписочка и спокойной ночи дружки пирожки ночи дружки